Коммунальная трагедия с человеческими жертвами в самом центре Нижнего Новгорода. На Большой Покровской сгорел дом с коммунальными квартирами. В нем насчитывалось 10 жилых помещений. В этом доме еще в середине октября отключили отопление. Люди отапливались как могли и в 30-ти градусный мороз, видимо, случилась перегрузка. Проводка загорелась, а потом загорелся и сам дом. Слепой старый стричок. Он скончался. Сейчас ищут еще одну у нас соседку. До сих пор найти не могут. Мою бабушку не найдут до сих пор. Ее нет нигде. Ни в больнице, ни в морге. Мою бабушку пытались соседи вытащить. У них не получилось. Пожарные кинулись туда. Сказали, что там женщина на лестнице. И никто не знает. Вытащили ее, не вытащили. Все в больнице обзвонили. В морге. Нигде ее нет. У нее очень больные ноги. Она ходила только с клюшкой. Она упала на кухне. Клюшку потеряла. Соседью за щили. И она осталась на верхней площадке лестницы. Могла потерять сознание от продуктов горения. Вот у нас сейчас не осталось ничего. Я как был на работе вот в этой одежде, у меня больше ничего нет. Мама сейчас лечит реанимацию. С 16 октября был отключен, отопление отключено. Отключили из-за того, что не был прочищен дымоход. Мы писали заявление в ЖЭК. Пришли посмотреть дымоход. Дымоход, говорит, чистый. Надо чистить оголовок, который идет от котла. Это заявление тоже написали. Они приняли. Но результатов никаких не было. Люди, кто жил там, тоже грелись, обогревались этими каминами электричеством. Проводка плохая. Произошло короткое замыкание. Потому что обогревательные приборы все равно сейчас такие мощные. И сами помните, что день и два дня назад температура воздуха у нас достигала до 30 градусов. Проводка. Как дом построил, ее ни разу никто не менял. Дом признан аварийным в 2014 году и до сих пор вот никак не могли расселить. Ну, я не знаю. Все факты налицо. Кто может виноват? Всегда боялись, что что такое произойдет. Говорили, что после Нового года будет выселение. Но то, что мы очень давно ждали этого переселения, это факт. Очень давно. Как бы нас все обещали, то в 2015 году, то в 2018 году нас выселят. Сегодня вот были в администрации. Может быть, в 2022 году может выселят. Но это опять же под вопросом. Как сообщили нам в Газпром газораспределении, газ, а соответственные отопления были отключены в доме в октябре в связи с аварийной ситуацией. И включать газ до устранения нарушений они права не имели. Между тем, в дом управляющей компании утверждают, что все необходимые работы по устранению нарушений были выполнены. Все отреагировали, все прочистили. Чистили им. Соответственно, то есть как бы с договором, то есть по графику дымохода, вентиляция вся была чищена. Я еще раз говорю, мы дымоход чистили. Имеется акт об этом. Да, мы его предоставили. До свидания. То, что в доме отопления не было, это факт. А вот почему не было, загадка. В администрации утверждают, что ничего об этой ситуации не знали. На сегодняшний день информация о том, чтобы был отключен ГАС или отключен ГВ, в администрации района нет. Проблемных вопросов по отоплению тоже не возникало. А как Вы считаете, вот если у них был отключен этот котел, который обогревал весь первый этаж, то каким образом они должны были обогреваться? Еще раз повторю, информации о том, что котел был отключен, и то, что не отопливалось с первого этажа, у нас отсутствует. Почему так долго тянется эта работа с расселением? Все-таки дом признали Варином еще в 2014 году. Ну, во-первых, это программа. Этап программы, они расписаны по годам. И на эту программу выделяются ежегодно денежные средства. Этап этой программы, вот как раз он был, как бы, сформирован до 2022 года. Он постепенно реализовывался. До 2022 года, до 31 декабря, все тяжелые помещения должны быть окончательно расселены. На данный момент продолжается разбор завалов. Спасатели надеются найти пропавшую бабушку. Повторюсь еще раз, 88-летний дедушка в результате пожара погиб, его 85-летняя соседка числится пропавшей без вести. Оба они, и бабушка, и дедушка, являются так называемыми детьми войны. Сейчас очень много говорят о помощи пожилым людям, помощи ветеранам. Но почему вот в данном случае эти пожилые люди 2,5 месяца жили без отопления, даже в 30-ти градусный мороз, без тепла. И в конце концов, это привело к трагедии. Почему никто не помог им за все это время, не ясно.